Ему довольно-таки все равно на чувства самой Али. От женщины требуется, что она должна какие-то кулинарные изыски исполнять. Потом сразу же из него вот это говно, вот эта параша начинает гниль лезть, что и в брак он ее затащил. Ему интересно, чтобы она продолжала оставаться под его влиянием. И в целом в жизни он корейский ни с ней, ни с ребенком вообще не использует. Я бы ему сразу же в ответ кинула бы бумаги на развод. Приветствую вас, мои дорогие подписчики. С вами Натуся Шерил Ми. Всем полный респектик. Чай не должен быть, но чая у меня сегодня нет. Зато очень много пассивной агрессии. Потому что сегодня у нас с вами новый формат старой рубрики. Кринж-обзор без обзора, блядь. Спасибо большое тебе, Ютуб, за то, что ты нахуй заблокировал мою реакцию на очередное мясистое шоу с абьюзивным корейцем. Поэтому теперь реакции на шоу будут выходить только на моем бусте. На этом Ютуб-канале мы с вами будем просто обсуждать абьюзивные семьи с корейскими мужьями. Сегодня я подготовила для вас настоящее мясо. Сегодня у нас на обед красивая молодая девушка из Украины, которая должна была стать успешной моделью в Корее, но превратилась в домохозяйку с пятилетним стажем и ребенком. А также корейский муж, сильно старше ее, по-моему, лет на семь точно, а то и вообще там на семнадцать. Холодный, нарциссичный и очень контролирующий. В общем, все, как мы любим. И перед началом этого прекрасного обзора обязательно напишите в комментариях, за что вы меня так нереально любите, ну или просто пару приятных слов. Также не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на этот канал, ну и в целом заглянуть в другие мои соцсети по ссылке в описании, мои дорогусики. Итак, шоу начинается с того, что мы наблюдаем классический день Алины. Сначала показывают, как она снимается на модельных съемках, она такая очень высокая, красивая, знаете, такая классическая модель иностранная в Корее. И следом после этих кадров мы наблюдаем, как она целыми днями драет, готовит и домохозяйничает в доме. Обожаю, знаете, это слово домохозяйка, оно меня так триггерит. В нем, в этом слое, мне кажется, заключена вся женская уязвимость. Если бы меня попросили выразить одним словом лучший и узаконенный способ угнетения женщины, я бы назвала домохозяйка. Что пролетают часы, как она убирается в этой квартире. Алина также в одном из фрагментов жалуется, что ее муж каждый раз скидывает на одно и то же место целую груду своих вещей, которую она каждый день убирает. А он все равно продолжает скидывать. Короче, что-то мне как-то поплохело. Ой. Ну вот как вы считаете, как вот поступить с таким человеком? Что же еще вам сделать? Оторвать пипищу? Прикрепить сиси? А что идея? Я терпеть не могу, когда я попросила человека что-то не делать, а он это из раз в раз повторяет. Особенно, если это мужчина бытовой инвалид, который не способен убрать за собой свои носки. Я бы ему сразу же в ответ кинула бы бумаги на развод. Вся эта рутина Алины была мне очень приятна. Мне было приятно наблюдать, как она ухаживает за их собачкой, как она забирает их ребенка из садик. И все это было очень приятно, ровно до того момента, как в кадре появился ее муж. Печенье, шоколад. Все, поехали. Да подожди. Блядь! Вечером Алина приготовила ужин, целый день кошеварила, и приходит это чудо-юдо. Заходит он в квартиру, целует ее, вроде все так миленько, и первым делом делает что? Идет, пялится в зомби-ящик. Да, прекрасно, прекрасно. Что может быть лучше, когда ты тратишь лучшие годы своей жизни на прислуживание мужлу, а он тебя игнорирует? Алину это сразу же начинает возмущать, начинает жаловаться оператору, что каждый раз он приходит с работы, и первым делом, что он делает, это не спрашивает, как у нее дела, как она провела свой день, не интересуется ее самочувствием, а просто садится, пялится в зомби-ящик. Вот такие просто relationship goals. Вот сразу, когда вот эта сцена прошла, я сразу поняла, что он, скорее всего, какой-то нарциссик, потому что нарциссы и нарциссичные мужчины обычно именно очень холодные. Вообще, в целом, вот в выпуске будет прослеживаться, да, что ему там довольно-таки все равно на чувства самой Алины, то есть его интересуют только какие функции она выполняет в их семье. Сцена, которая меня выбесила больше всего, в тот же вечер начинают, типа, кушать, она там накладывает ему еду, и они кушают карри, который приготовила Алина. Думаете, он сказал ей, спасибо, дорогая, за то, что ты приготовила такой вкусный ужин, я так тебе благодарен. Вместо этого он ей сказал, что он хотел бы, наконец-таки, поесть корейской еды, потому что ему надоело, что она постоянно готовит international food. Видели бы вы, как воспламенилось мое очко после этого? На самом деле, вы можете посмотреть, потому что реакцию на ролик, если вы хотите посмотреть прямо само шоу с моей реакцией, как я именно его смотрю, вы можете перейти на бусте, опять-таки, моя реакция на этот ролик уже вышла. Собственно, вот, он жалуется, что на прошлой неделе была карри, и на этой неделе карри, а я вообще-то хочу корейскую еду. Насколько отношение к женщине как к функции? Вот имей хоть какую-то благодарность вообще, что для тебя сегодня целый день что-то готовили. Если тебе не нравится, то готов, блядь, сам. Вот я этого вообще не понимаю, знаете, когда от женщины требуется, что она должна какие-то кулинарные изыски исполнять. Да то, что она вообще согласилась тебе готовить за просто так, я бы ни за что не согласилась, я бы тебя в жопу послала, я бы тебе сказала, чел, не устраивает что-то, нанимай себе повара. Вы думаете, Алина как-то ему сказала, что ее это расстроило, может быть, она как-то что-то с этим сделала? Нет. Следующую сцену нам показывают, как Алина едет к его маме учиться готовить корейский суп. Обожаю, спасибо. И знаете, что самое главное? Знаете, что самое вот реально в этом отвратительное? Вы, наверное, скажете, ну, Наташ, ну, может быть, она его так любит, она хочет о нем заботиться, но ведь она действительно обрадует его тем, что она пошла учиться к ему маме готовить корейский суп. Когда она приготовила ему этот ебаный корейский суп, кашеварила там со своей мамой, стояла целый день. Знаете, что единственное, что он сказал? Ничего. Он ничего не сказал, он не поблагодарил ее совершенно никак. Единственный, кто ее похвалил, это его мама за то, что вот она типа так старалась его порадовать. А ему похуй, он пришел и как должное сидел, жрал этот суп. Понимаете, да? Начало уже многообещающее. Очень вкусное начало, я знаю. Как же так получилось, что такая прекрасная, молодая, красивая девушка-модель оказалась в такой ситуации? Девочка приехала 5 лет назад и мечтала о гламурной жизни, о гламурной модельной жизни. И у нее действительно все получалось, она действительно участвовала в съемках, зарабатывала деньги. Встретила этого лошпеда, который нахрен знает, сколько лет старше нее. Он, как я думаю, ей манипулировал. Я уверена, что там были манипуляции, потому что я в жизни не поверю, что молодая, перспективная, амбициозная девочка, которая решилась приехать в другую страну, захотела бы стать чьей-то прислугой на ближайшие 5 лет. Теперь 5 лет она занимается тем, что его обслуживает. Там есть фрагмент, где, собственно, Алина делится своими ощущениями касательно того, что вот произошла такая ситуация. То есть она говорит, что он, ну вот он мне показался таким милым, он показался мне таким хорошим. Я знаю, что многие девочки, наверное, решат, что я об этом сожалею, что я очень сожалею, но нет. Если бы я вернулась 5 лет назад, я бы согласилась, и я бы снова за него вышла замуж. Мне хочется верить, что это правда. То есть я честно хочу рассчитывать на то, что это действительно так и есть. Но ее лицо ее выдает. То в какой-то момент, когда она это все произносит, во-первых, у нее очень-очень отстраненный взгляд, максимально не тот взгляд, которым влюбленные счастливые женщины присутствуют, когда она говорит о своем муже. Она поджимает вот так вот рот, проглатывает, и типа, знаете, взгляд так отводит. То есть по ней видно, что она все-таки где-то глубоко в душе, она сомневается. Вот почему же я утверждаю, что муж Алины, этот индюк Санмо, на самом деле очень абьюзивный манипулятор. Первые его повадки абьюзивные проявляются в эпизоде, когда Алина идет выгуливать маленькую собачку Мопса и решает зайти в кофейню, взять себе одну кружечку кофе. Казалось бы, что такого? Купить себе один кофе за, ну там, в среднем цена кофе в Корее где-то 5 долларов. Она расплачивается его картой, и минут через 5 ей приходит от него смс. Он присылает ей фотографию двух банок, купленных дешманского кофе в каком-то магазине типа 7-11. Знаете, такой по акции, возьми один, получи второй бесплатно, такие очень-очень говнярских, блять, которые даже животные не пьют. Помимо этих двух банок кофе отправляют ей следующий текст. Ты знаешь, что это значит? Я просто хотела дать тебе знать, что здесь промоушен «Купи один кофе и получи второй бесплатно». И он присылает ей это сразу же после того, как она купила типа дорогой по его меркам кофеек в кофейне за его деньги. А и сама Алина этим недовольна. Она говорит прямо в этом эпизоде, что прислал мне такой намек на то, что якобы я тут трачу деньги на дорогущий кофе, пока он пьет вот эту рыготу из 7-11 у себя на работе. И дальше показываются кадры того, как он пытается манипулировать. Ну, вообще, это была шутка. Я вообще прислал ей это, потому что я решил так пошутить. Наверное, это заставляет ее стрессовать. Он сам понимает, что это заставляет ее нервничать, что это ей не нравится, но продолжает это делать. Боже, помилуй! Какой абьюзивный вообще моментик, вот согласитесь, насколько это абьюзивно, осознанно нарушать границы своего партнера. Дальше, дальше он сам же себя и выдает. Сначала он такой изображает из себя добрячка, типа, «Я просто хотел пошутить, я ничего не имел в виду». И в следующем же кадре он говорит, «Ну, вообще, я считаю, что Алина не очень мудро распоряжается деньгами, потому что вот она так их растрачивает, вот она не умеет распоряжаться бюджетом». Потом сразу же из него вот это говно, вот это параши начинает гниль лезть, понимаете? Он настолько вот не может ее все сдерживать, что он сразу же себя сам и выдает. И говорит, «Ой, ну вот просто она тупая дура, она недееспособна разбираться с деньгами самостоятельно». Самое ироничное, что после того, как вот он упрекнул ее за то, что она такая дура, не умеет обращаться с финансами, показывают, что он каждые три месяца покупает новый байк. У них в доме на парковке стоит его байк за пять мультов вон. Это примерно пять тысяч долларов. И Алина говорит, что за эту ночь он купил новый байк, он мне об этом не сказал, потому что знал, что я не одобрю. И он объясняет это тем, что «Ну вот я же мужчина, у меня такие развлечения, вот это мое хобби – покупать себе новую машину каждые три месяца». А ее он упрекает за пять долларов, потраченных на кофе и говорит, что она не умеет распределять деньги. Когда Алина решается сообщить ему, что хочет получить водительские права, они садятся за стол, начинают все это обсуждать. Но вместо понимания Алина встречает кучу упреков о том, что она, значит, не знает корейский. И, соответственно, случись что, попади она в аварию, его не будет рядом и что она будет делать. То есть он говорит ей, что пока ты не выучишь корейский, права ты получать не будешь. Алина объясняет ему, что с ребенком передвигаться на общественном транспорте очень тяжело. Я ездила на автобусе в Корее, и на самом деле они ужасно неудобны, и даже если ты передвигаешься один, потому что водители обычно вообще бьют полный болт на то, что они везут людей, и они водят так, будто возят ебаные дрова. То есть они гоняют, как сумасшедшие, тебя там из стороны в сторону вот так вот, блядь, раскидывает. И с ребенком, с маленьким, я бы уж тем более ни за что бы не поехала никуда на автобусе. Ну и мало того, Сеул довольно густонаселенный город, то есть, представляете, с ребенком в метро в час пик ехать куда-нибудь, ну это просто жесть. Не смейте писать, что это забота, если бы он действительно о ней беспокоился и заботился, он бы ей сказал, блин, ну я за тебя реально очень переживаю, ну давай так, ты получишь права, и когда ты их получишь, если что-то случится, ты мне позвонишь, и я попытаюсь помочь. Вот это забота, а то, что делает он, это контроль, потому что если Алина научится водить машину, она уже сможет в чем-то, в чем-то быть от него независимой. И ему, как классическому абьюзивному мужику, не нравится идея, что женщина будет в чем-то независимой, да, что она будет вести себя как взрослая. Ему нравится ей манипулировать, ему нравится ее контролировать. Я вспоминаю себя в 20 лет, и я на самом деле была такой маленькой и такой ведомой, мне можно было внушить любую идею. И я совершенно точно уверена, особенно наблюдая за тем, как он ей манипулирует, как он выкидывает все эти манипуляции в течение всего шоу, я совершенно точно уверена, что и в брак он ее затащил, что он ее затащил манипуляцией. Алина пытается отстоять границы, она говорит, что нет, пошел ты нахуй, ты мне вообще-то как бы не папа, чтобы указывать, что мне делать, я сама решу, что я буду делать. Для абьюзеров это совершенно, совершенно неприемлемо, чтобы кто-то им перечил, чтобы кто-то не подчинялся их контролю. Он, знаете, что делает? Выкидывает очередную манипуляцию, он встает, и такой, знаете, такой, типа, ой, все, делай, что хочешь. Ну, мой дорогой, ну ты вот знаешь что, ты это все, вот ты на меня вот это вот все не перекладывай, мой зайчик, я женщина с опытом, я твои манипуляции вижу сразу. Потому что вот человек, который использует эту фразу, ой, все, он знает, что после этого человек не сможет из-за совести делать все, что она захочет. Ну, Алина, слава богу, имеет какой-то стержень, и все равно идет получать права. Она приходит в этот центр получения водительских прав, спрашивает их, типа, что мне нужно сделать. Ей говорят, все окей, вы можете пройти тест даже на английском, и если вы сдадите тест успешно, вы получите права уже через неделю. Она такая радуется, приходит на тест, и, собственно, не сдает его. И следующая сцена в шоу показывают, как ему сообщают, что она не сдала тест, и он, знаете, вот так вот самодовольно ухмыляется в стиле, что, а я и так знал, что она не справится. Она мне даже не сказала, что получила так мало баллов. Она мне сказала, что только не сдала. Ебало вот это самоуверенное. У меня прям такие флешбеки из детства, когда, вот знаете, вот этот вот нарциссичный, манипулятивный родственник, сидит и радуется, что у вас что-то не получилось, подпитывается вашей неудовлетворенностью из-за неудачи. У Алины в течение всего шоу перманентное убеждение, что она какая-то ленивая, что она какая-то глупая, что она какая-то тупая, что она какая-то сякая. У нее вот это перманентное навязанное чувство собственной какой-то недостаточности, что я недостаточно хороша. Вот это прям чувствуется, все шоу. Она очень хочет быть моделью, по ней видно. Но в каком-то из фрагментов она говорит, что я решила устроиться в модельное агентство, но не моделью, а там заниматься распределением этих моделей, в общем, что-то типа как секретаря или кто, я не знаю, в общем, разбираться с этими бумажками. Я решила так сделать, потому что я поняла, что моделинг это не серьезная работа, а вот если люди меня через 20 лет спросят, чем я занимаюсь, что я им скажу, что я модель, это звучит не серьезно, это звучит глупо, поэтому я решила найти себе серьезную работу. И показываю, как она через несколько дней идет на вот эту вот скучную пятидневку, где она разбирает вот эти вот портфолио. Когда я слушала от молодой 25-летней девочки вот такую вот какую-то, ну просто старперскую речь про какую-то несерьезную работу, я задумалась, а это действительно она так считает или ей тоже это навязали. Потому что, ну я не встречала ни одну молодую девушку, которая, занимаясь тем, что ей нравится, говорила бы, блин, ну вот что я буду делать, когда через 20 лет меня спросят, что это за работа. Обычно такие вот выражения в стиле, твоя работа не серьезная, что ты будешь делать в 40, я слышу от людей постарше. И исходя из этого, я сделала вывод, что скорее всего, даже вот эту вот идею, что моделинг это не серьезно, и ей навязал ее абьюзивный муж. Сама она, по ней видно, что ей очень нравится моделинг. И даже после рождения ребенка у нее, ей удалось сохранить такую, знаете, хорошую тонченную модельную фигуру, то есть она продолжает периодически участвовать в съемках, продолжает этим всем заниматься. И я абсолютно убеждена, что он видел, что вот она так хорошо в моделинге справляется, что у нее есть все задатки к этому, что ее зовут на съемке. И не дай Господь, она начнет зарабатывать хорошие деньги на моделинге в Корее. А я вам скажу, что это очень возможно. Если тебя зовут на съемке, если у тебя есть опыт, а у нее был опыт, то есть у нее реально перед глазами в перспективе была карьера такой хорошей, успешной модели. В Корее она могла бы зарабатывать реально обалденные деньги на этом. Она могла бы делать столько же денег, скорее всего, сколько делает этот Санмо с ее данными. И, конечно, ему это совершенно не интересно. Ему интересно, чтобы она продолжала оставаться под его влиянием, чтобы она продолжала его обслуживать, чтобы она продолжала быть его легальной кухаркой, бесплатной, бесплатной, вот это его, знаете, как я это называю, легальное рабство. Угождать ему, бесконечно, бесконечно угождать и прогибаться. Ему это выгодно. Но это даже не самое худшее. Самое худшее, по моему мнению, что ей точно, за что она чувствует вину, это то, что она плохо знает корейский. Даже, на самом деле, в самом шоу она говорит только на английском. И я задалась вопросом в этот момент, а как так вышло, что у нее корейский муж, и она совершенно не говорит по-корейски? Потому что все, на самом деле, жены корейцев, которых я встречала в Корее, никогда не испытывали с этим проблем. И они, даже не прилагая совершенно никаких усилий на уроках, всегда довольно-таки хорошо общались на корейском языке. Но у них в семье почему так произошло? Потому что ее муж совершенно от нее отстранен. Он очень холоден, приходит домой, все, что его интересует, это жрачка, которую она приготовила, и зомби-ящик. Он даже не разговаривает особо с ней. И в целом в жизни он корейский ни с ней, ни с ребенком вообще не использует. Он общается с ней только на английском языке. А ребенка обучает языкам она. И, разумеется, так как она не знает корейский, она обучает его английскому. Мне не понравилась лично сцена, где они сидят, и она обучает их ребенка, его, кстати, зовут Техун, она обучает Техуна и их ребенка различным английским словам. И в какой-то момент он берет, отбирает у нее карточку и говорит, давай теперь по-корейски. Ну, как бы вопрос, а зачем тогда ты там вообще сидишь? Ты выполняешь роль надзирателя, ты выполняешь роль контролера, как твоя неговорящая на корейском жена обучает вашего совместного общего ребенка корейскому? Что? Что за бред? Ты носитель. Ты должен заниматься тем, чтобы обучать своего ребенка корейскому языку. Это даже логично, ну, то есть почему этим занимается она? Это ваш общий ребенок. Отец совершенно не вовлечен в воспитание ребенка. И по итогу получается, что ребенком занимается только мать. И в их семье это настолько сильно выявлено, что даже корейскому ребенка учат не кореец в их семье, а иностранка, которая корейский знает плохо. Все это время, которое по логике он должен посвящать с ней совместно обучению ребенка двум языкам, он сидит и смехается так над ней, типа, что, ой, ты вот не можешь даже запомнить слово велосипед по-корейски. Она ему говорит, что вообще-то по-английски я его хорошо обучаю, я хорошо вот его учу английскому языку. Я свою, типа, работу выполняю, как мать, хорошо. И ему вообще пофиг. То есть ему пофиг. Он даже не задается вопросом, что это как-то неправильно, что он совершенно никак не учит своего ребенка корейскому, как носитель. И по итогу вся эта деградация разрастается до того, что ребенок не дееспособен усваивать информацию в детском саду на уроках. То есть их вызывают в детский сад. Воспитательница им объясняет, что вот ваш ребенок Техун, в неклассное время он такой активный, он со всеми играет, все очень хорошо, но как только дело доходит до обучения, где мы общаемся на корейском, весь материал объясняется на корейском, он отстранен, и у него большие проблемы с восприятием. Воспитательница их спрашивает, как так вышло, что вот у вас отец, ну типа, ты кореец? И ребенок ваш по-корейски совершенно не говорит. И он начинает оправдываться, что вот, я просто типа работаю весь день, а когда я прихожу с работы, то он уже спит. По итогу выходит так, что такими оправданиями он как бы сваливает всю вину на Алину. И воспитательница говорит, что в таком случае Алина должна учить его корейскому, раз уж типа вы не успеваете, значит Алина должна учить. А вот я просто хочу задать вопрос, а как Алина должна его учить корейскому, если она не носитель? Ну то есть, что за бред? То есть, ты не можешь найти в своем расписании время уделить ребенку. Зачем тогда ты вообще, вы зачем вообще заводили ребенка вопрос? Все это доходит до того, что Алина прям на съемках, у нее начинается истерика, она начинает плакать, ее спрашивают типа, что не так, что случилось? И она говорит, что я испытываю очень сильную вину за то, что мой ребенок не догоняет других детей в классе, и она чувствует за это очень большую ответственность, что их ребенок отстает от своих одногруппников в детском саду. Ну то есть, это вообще как до такого дошло, что при наименовании корейского мужа ребенок не знает корейский язык, кого в этом реально винить? Как вообще ей совместить заботу о ребенке, учебу и работу с еще изучением нового языка? В то время как он, конечно же, только работает. Я это просто обожаю, вот эту патриархальную систему, когда женщина делает все за всех, вообще все. Все висит на Алине, в то время как ее муж, все, что он делает, это работает. Просто обалденно! Просто офигенно! Исходя из всего, что я увидела в шоу, я сделала совершенно точно один вывод. Алина является в их отношениях грушей для битья. И при всем при этом она согласилась, я считаю, что совершенно неосознанно, в 20 лет променять свою карьеру на брак с ним. Как это вообще описать? Это ужас! Это ужас! Это та причина, почему я против ранних браков. Я против браков в 20 лет, вот таких вот, где у тебя стоит перспективка стать его просто легальной прислугой. Быть мамой, и уж тем более домохозяйкой, это очень тяжело, это огромный, тяжелый труд. И я в жизни не поверю, что молодая, перспективная девушка осознанно согласилась на такое. Я убеждена, что там были манипуляции, уже исходя из этого шоу, мы понимаем, что он профессиональный манипулятор и нарцисс. Я вот его ебала, вот это вот самодовольное такое, знаете, вот лицо нарциссичное, я вот их узнаю из миллиона, потому что мне постоянно попадаются нарциссы, они меня очень любят. Я постоянно с такими мужчинами встречаюсь, сталкиваюсь, я убеждена на 100%, что он нарцисс. Убеждена на миллион процентов, понимаете? Миллион раз подумайте, прежде чем выходить замуж за иностранца, особенно если вы очень молодая, особенно если вы не знаете язык, заводить с ним ребенка в столь раннем возрасте, миллион раз подумайте, прежде чем обменять свою самореализацию, обменять свою карьеру на это. Миллион раз подумайте, потому что любой из нас может оказаться на месте Алины. Ну, а на этом все, если вы хотите посмотреть само шоу и мою реакцию, так сказать, в режиме онлайн на это шоу, то переходите на мой бусте и по подписочке вам станет доступно видео, где я обозреваю это шоу с русскими субтитрами. Также ставьте лайк этому видео, пишите ваше мнение в комментариях, как вы считаете, это полный трэш, это полный пиздец, я уверена, что да, я считаю, это просто кринжательно, это просто уровень жести, уровень патриархата токсичного зашкаливает совершенно. Я жду ваше мнение в комментариях, мои дорогие, надеюсь, вам понравилось это видео, я вас всех целую, увидимся в следующем обзоре. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok